Авторский проект «Спорт с Медведевой» Сегодня в нашем городе этим видом спорта занимается все больше и больше любителей Среди вип-персон, например, Никита Юрьевич Белых, который является разрядником по подводному плаванию И особенно активно в последнее время занимается Алексей Вершинин, заместитель главы администрации города Кирова В гостях у нас сегодня интереснейшие люди Это Дмитрий Кононов, инструктор Федерации подводного спорта России по подводной охоте Здравствуйте, Дмитрий Здравствуйте Александр Пепеляев, мастер-инструктор по дайвингу, председатель регионального отделения Федерации подводного спорта России Здравствуйте, Александр Здравствуйте Сегодня мы чуть-чуть отошли от наших правил и пригласили третьим гостем не журналиста, как это мы делаем обычно, а актера театра на Спасской Не сомневаюсь, что тоже будет интересно, человек творческий Это актер театра на Спасской Александр Королевский Здравствуйте, Александр Здравствуйте, Светлана И хочу вам рассказать интереснейшую вещь об Александре Он любитель подводной охоты и победитель первого фестиваля подводной охоты, о котором мы сейчас поговорим подробнее Фестиваль подводной охоты Вятский карась Фестиваль проходил в Черной Холунице, проходил в первый раз, там были участники, были команды Как ни странно, в это же время так получилось, что иногда ничего не происходит, и тут вдруг целых два фестиваля по одному и тому же виду спорта А второй фестиваль проходил на другом водоеме Что это? Такой бурный рост популярности подводного спорта? Либо какая-то конкуренция? Ну, дальше можно долго подискутировать, рассуждать, наверное, о том, конкуренция, это или случайность, или ещё что-то Ну, во-первых, фестиваль-то всё-таки был один, и в Черной Холунице То есть фестиваль в любом случае подразумевает, ну, хотя бы какое-то стечение народа и открытость То, что проходило в Стрижах, я, опять же, не хочу ничего там говорить, там плохо, чтобы никто не обиделся То есть провели люди там, я не знаю, что-то типа соревнований, видимо Хотя тоже на соревнованиях, ну, хотя бы какие-то квалифицированные люди должны быть Там, я так понимаю, их особо не было Совпали сроки, ну, не знаю, ни у кого не секрет, что на данный момент в городе, там, буквально в двух местах Ну, скажем так, более-менее как-то последовательный комплекс, там продаётся снаряжение для подводного плавания, там, для подводной охоты, для дайвинга В итоге получилось, на самом деле, стечение обстоятельств То есть мы планировали немножко раньше провести фестиваль, но в связи там уже с особенностями непосредственно места проведения, скажем так, с администрацией договоренности То есть у нас получилось, что на эту дату всё попало Но не сомневаюсь, что было интересно, тем более, что участвовали такие интересные люди, как, в частности, Александр Королевский Вот вы актёр, и вдруг вот такое увлечение, подводная охота, и тем более вы стали обладателем, там, почётного приза Как получилось, что вы занялись этим видом спорта? Лучший отдых – это смена занятия Работаешь в театре, это даже душа рвётся Шизофреники, артисты А здесь совершенно другое Здесь один на один, с природой, со стихией Всё в твоих руках Этим я уже практически 20 лет занимаюсь Александр, вот вы ехали на фестиваль Ставили перед собой какую-то задачу победить? Или просто поучаствовать? Или как-то показать себя? Я был вынужден... Расскажи, расскажи сначала Я расскажу, расскажу Я был вынужден прервать отпуск свой и приехать сюда именно на фестиваль Потому что Дмитрий сказал, что... Он очень расстроен Что без вас не состоится Дипломатично, давайте Нежно Поэтому мы с ребёнком оставили родной Саратов Тёплую, жаркую погоду, 50 градусов, и приехали сюда Но то, что было на фестивале, на самом деле, меня очень поразило Как правило, такие мероприятия, они всё-таки связаны Когда люди разные встречаются Ну, есть много нюансов Практически, ну, я не увидел ничего Я не испытал никакого негатива Абсолютно Что меня очень потрясло Конечно же, люди совершенно разные Социальный уровень, материальный, скажем так Абсолютно разные Но увлечение одним видом, а именно подводной охотой, объединяет потрясающе просто А 8,5 килограммов карп, его судьба какова? Он на костёр пошёл или в уху? Торжественно была сварена уха И съедена всеми очень Кстати, по-моему, всем Ну, вот кто там дальше был, подходили И там большая ещё у нас такой котёл получился Это ухи Ну, в общем, я лично в этот момент играл в пейнтбол И мне ухи не досталось Тебе не... Ещё ты врёшь, хормируешься Не досталось Уха ещё на утро, остава Нет Как и нам тоже Я пришёл, мне сказали Как и нам Берегли, берегли, нет Котёл ещё больше В общем-то, я ещё, ну, по крайней мере, знаю Многие попробовали Хорошо, вот днём это соревнование Вечером это фестиваль Ваш актёрский талант востребован в фестивальной программе? Я стараюсь на таких мероприятиях быть на другую сторону рампы Поэтому мне хватает работы Надеюсь, не жалеете, что прервали отпуск? Нет, нет, ни в коем случае Насладились природой, общением Это моё Зарядились на новый актёрский сезон Чтобы по другую сторону рампы Уже чувствовать себя тоже комфортно Да Так что спасибо, Дмитрий За то, что вытащил Надо ведь тоже сказать, что подводных-то охотников В общем-то, армия Ну, она, не сказать, большая, небольшая Есть люди, которые занимаются Но вот до этого года Таких собраний-то точно не было Сто процентов То есть собирались с какими-то малыми группами Ну, там, пять, ну, десять человек А здесь люди реально приехали с семьями У нас там Сергей, там, Сурф у нас приехал тоже с супругой Как говорил, тоже особо-то никуда вроде семью-то не вывезешь Там лишний раз не хотят на природу А тут они просто были в радость, что вот попали на самом деле во всё это дело Ну, это на самом деле правильная позиция Позиция, здоровый образ жизни Да, мы за здоровый образ жизни И за семейный отдых, за культурный И не только И не только Вот вас слушаю И немножко нетипичный вид спорта Обычно спортсмены Там кто-то победитель, кто-то побеждённый Редко потом созваниваются Обсуждают, как они проходили дистанцию А у вас, вот, может быть, это больше, чем спорт Или шире, чем спорт Или всё-таки, может быть, дайвинг – это развлечение Нет, ну, дайвинг и подводная охота Всё-таки в нашей стране пока совсем разные вещи То есть мы их не пересекаем По подводной охоте Видите, у нас, собственно, подводная охота То, что мы провели соревнования Мы назвали соревнования Действительно провели всё в рамках регламента и соревнований На самом деле, по крайней мере, на данный момент Для Кировской области, для наших подводных охотников Охота, как спорт, никому особо не нужна То есть на данный момент был интересен соревновательный момент Всё-таки, а кто же победит Поэтому у нас нет абсолютно никаких проблем и предрассудков, что кто-то больше подстрелил, кто-то меньше. Было интересно. Ну, Александр, в общем-то, все заслуженно. Никто не сказал, что ага, это тут какой-то подвох. А как считает председатель регионального отделения Федерации подводного спорта России все-таки развлечения, спорт? А как этим можно заниматься в Кирове? Конечно, можно и нужно. Но, давайте определим, что такое спорт. Спорт – это кто дальше прыгнет, кто быстрее пробежит. Это спорт. Но если мы возьмем подводную охоту, здесь мы что имеем? Кто больше добудет рыбы? Вес. Ну, вот, Герри, видишь, могут быть нюансы с видом рыб и так далее. Вообще, если здраво сейчас рассуждать, в 1959 году Жакев Кусто сделал КМАС. Это Всемирная организация подводной деятельности. Он ее был и президентом первым. И он эту федерацию покинул сам, покинул, он ее бросил. После того, как КМАС стали делать подводных охотников и выдавать им сертификат, обучать подводных охотников, он ее покинул, ну, можно сказать, неофициально проклял. Породил я тебя, породил я тебя и прокляну. Да, на данный момент сейчас, допустим, по дайвингу, по дайвингу, да, вот как раз сейчас в Казани прошли вторые Всемирные игры КМАС. Это был акватлон, борьба подводная, это джедайвинг, там дисциплины, значит, полоса препятствий, подъем груза. Это еще как спорт на стадии нового развития, да. Ну, зарождение практически. Да, зарождение. Как воспитывать спортсменов, если это спорт, да, как их, вот как их обучать, да? Как можно обучать, допустим, подводного охотника нырнуть в мутную воду в течение, в коряги? Ну, да, не весело, кажется, на первый взгляд. Да, и это должен быть спортсмен или камиканзе, или обезбашенный, или актер театра, да? Актеры все могут. Да, так что проходят и чемпионаты мира, проходят по подводной охоте, люди соревнуются во всем, ну, во всем мире соревнуются. Чемпионаты России у нас всегда каждый год проходят по подводной охоте. Первый кубок России, он в Геленджике всегда бывает, да, а потом уже, ну, по расписанию. Ну, можно считать, что это, наверное, все-таки спорт, если даже мы входим, допустим, в Федерацию подводного спорта. Это, в общем-то, серьезный факт. Каждый ли любитель может стать инструктором? В принципе, каждый. Я считаю так, что у нас ведь и медведи на велосипедах в цирке ездят. Ну, да, видели такое. Ну, вот. Ну, и каждый может, лишь бы было у него для этого большое желание. Ну, и, наверное, все-таки какие-то деньги. Ну, вот давайте поподробнее об этом. Как проходит процесс сертификации инструктора? Либо вот просто человек для того, чтобы погружаться, тоже должен получить какой-то документ? Значит, проходит так. Если вы захотели стать подводным пловцом, да, то есть дайвером, да, вам нужно к инструктору поступить на курс обучения дайвингу. Существуют основные виды сертификации. Это, допустим, первый сертификат – это Open Water Diver, да, открытая вода подводному пловцу. После курса человек получает сертификат и имеет право погружаться в любой точке земного шара со своим бадди-партнером до 18 метров. Дальше, если он хочет продолжать обучение, у нас рекреационный дайвинг считается до 30 метров, но негласно до 42. Он поступает на другой курс – Advanced Water Diver. Это продвинутый курс, и после этого он, прохождение этого курса, издача всех экзаменов, получает карточку пластиковую и имеет право погружаться до 42 метров. Это наш предел рекреационного дайвинга. Дальше уже идет дайвинг технический, который уже после 50, ну и там до… у нас рекорд уже 330 есть. Вот, а в Кирове вот такую пластиковую карточку вообще реально получить? Да, это делаю я, моя фамилия Пепеляев, а зовут меня Александр, бассейн Родина, преподаю. Я обучаю всем, всеми специализациями, которые есть в дайвинге. Всеми. У меня 9 специализаций. Ага. 9 специализаций. И, кстати, упомянутый Алексей Вершинин, это мой ученик, он у меня дорос и получил сертификат мастера. Он мастер. Это самый высокий вот уровень в Кирове? Самый высокий уровень пловцов. Дальше идет инструктор, он имеет право сертифицировать и обучать пловцов до дайвмастера. А мастера, мастер-инструктор имеют право обучать мастеров и выпускать. Давайте еще уточним, наверное, интересно, слушателям, вот все-таки сколько стоит просто заниматься для того, чтобы получить сертификат для погружения и сколько стоит стать инструктором? Просто пловцом, значит, первого уровня до 18 метров. Это 10 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. Второго уровня от 10 до 15, в зависимости, где мы будем делать открытую воду. Если стать инструктором, курс стоит ориентировочно, ну, 3000 долларов. Правильно ли я понимаю, что заниматься, это, в общем-то, доступно практически любому, а вот уже инструктором становиться, это нужно серьезно взвесить свои возможности и свои планы? Ну, да, это надо быть, как Александр говорит, надо быть актером театра, обезбашенным каким-то, да. Это люди, которые любят море, знают море, которых людей тянет в море. Не отдых, это, можно сказать, это адский труд. Дмитрий, вот ваше мнение по поводу экипировки спортсмена-дайвера, спортсмена, занимающегося подводным плаванием? Ну, опять же, тоже спортсмена. То есть у нас спортсменов, подводных охотников в Кирове нет. Ну, хорошо, любители. Еще как класс, да. То есть просто люди, любители, занимающиеся подводной охотой, конечно, оно должно быть, и оно есть. Но и в отличие от дайвинга, конечно, более доступно получается снаряжение. То есть там не требуется дорогостоящего регулятора, баллона, жилета, компенсатора и так далее. То есть вообще вот в этом сезоне, особенно в летнем, люди, проходящие сейчас через меня, обращающиеся за снаряжением в магазин и так далее. Первым говорю обычно у тех, у кого, ну, допустим, лето на улице, тепло, и видно, что люди стеснены финансово. На самом деле, чтобы заняться подводной охотой, нужна маска, трубка, ласты и какое-то подобие ружья. Можно, на самом деле, не ружьё. Есть так называемые там самые древние ружья, слинги. То есть это палка с наконечником и с резинкой. Всё, этим уже можно добывать рыбу. То есть мы тут не рассматриваем, как спорт или снаряжение для спорта. Это получение какого-то удовольствия. У нас сегодня по данным, как он там, охоты рыболов Союза, 33 тысячи охотников зарегистрированных, которые имеют огнестрельное оружие, гладкоствольно-нарезное и так далее. 33 тысячи людей интересуются вообще, в принципе, какой-то добычей. На самом деле, рыбаков у нас ещё, мне кажется, больше, чем охотников во много раз. Нам много раз, да. Поэтому это достаточно доступно. Снаряжение, понятно, чтобы заниматься уже более-менее с какими-то претензиями. В более интересных местах, шире по времени уже. Для этого и понадобится больше снаряжения какого-то специального. Специального, возможно, более дорогого, да. Но, тем не менее, всё равно там даже самый приличный. А Александр Королевский износил уже свой первый гидрокостюм? Он же не первый износил. И не один износил. И не один. А вот у вас на сегодняшний день что в арсенале? Из костюмов четыре. Ружья пять или шесть. Как интересно. Поэтому это всё есть. Но на самом деле, когда начинал, был короткий летний костюмчик, в котором было очень даже комфортно нырять, особенно в Саратове на родине. Всё этого достаточно, вот о чём Дима говорит. Простой ружьё РПБ Пятигорское тоже было достаточно, которым даже самов брал. Ну, то есть, дорогие товарищи, не бойтесь начать заниматься подводным плаванием. Отличие от дайвинг от подводной охоты – это подводная охота на задержке дыхания, а дайвинг – это с автономным дыхательным аппаратом. Вот, кстати, про автономный дыхательный аппарат. У меня был в жизни опыт. Намеревались провести праздник Нептуна в бассейне «Спартак» и привезли акваланг. Для того, чтобы Нептун до начала спектакля сидел под водой и неожиданно появился в самом центре бассейна. Тренер решил воспользоваться такой возможностью и всем своим лучшим ученикам дал возможность попробовать. Вот до сих пор помню, как было страшно и как вот всё время казалось, что где-то сейчас что-то переклинит и вообще неминуемая гибель. Вот на самом деле это опасный вид спорта? Правильно, казалось, то есть для людей, которым принесли какой-то аппарат, да, Саша, я правильно говорю? Из чего-то подышать. Да, и дали что-то подышать. Это вообще катастрофически опасно. В плане дайвинга, опять же. Ну, в общем, как и подводная охота. Это опасно. Да, это нарушение всех правил, кто принёс и кому дали. А если бы он утонул, что бы было в «Спартаке», кто бы за это отвечал? Ну, это было очень давно. Ну, ладно, сейчас хотя бы про эмоции и про страх. Конечно, это страшно, потому что всё, что ты не знаешь, да. И действительно, водная эта среда, она не наша. У нас нет жабр, к сожалению. Мы там гости. Вот говоря о, скажем так, обучении подводной охоте, вот о самом курсе, у нас ключевой момент в курсе обучения – это безопасность. То есть я должен научить человека безопасно нырять. И говорю вот тоже, в пример, ну, представьте себе охотника там с огнестрельным ружьём, например, который ходит по лесу. Даже теоретически, что с ним может случиться вот так? Ну, запнулся, упал, ну, не дай бог, да. Но, тем не менее, этот человек там без еды и воды будет ещё три дня дожидаться помощи. Под водой у подводного охотника, ну, в лучшем случае, если он вообще хороший такой спортсмен уже, ну, 2,5-3 минуты. На самом деле, у большинства, в том числе у меня, там, минута 0,5 задержка дыхания в динамике – всё. Конечно, это опасно. У дайвера, ну, в итоге с неисправностью, я так понимаю, дыхательного аппарата будет та же минута в итоге. Нет, ну, у нас есть много упражнений. Мы просто знаем, где под водой всегда есть воздух. У нас воздух есть всегда. Да, даже если всё закрыто, всё умерло, у нас воздух есть всегда. Я знаю, где найти под водой воздух. Сейчас мы говорим о тех, кто не обучен, например. То есть, это только с инструктором, только обученные люди, только проверенная экипировка. Правильно понимаю? Особенно применительно к дайвингу. Видите, в дайвинге-то находится человек непосредственно под водой и дышит с запасом воздуха. Подводный охотник может как бегемот или, не знаю, бобёр с кем сравнить, двигаться вдоль берега и просто дышать атмосферным воздухом через трубку, при этом минимизируя опасность. С дайвингом сложнее. Вот, дорогие друзья, знакомилась с этим видом спорта, посмотрела на сайте Всероссийской Федерации, немножко по-другому она называется, но пришла строчка из песни «Спорт – это жизнь, целая жизнь и даже немножко больше». Я так понимаю, что вот ваш вид спорта – это немного больше, чем спорт, и даже много больше, чем спорт. И Всероссийская Федерация подводного плавания практикует дни участия в экологической очистке водоёмов. Вот 2 июля – Международный день очистки водоёмов. Июня. Извиняюсь. И вот в Кирове впервые эта акция тоже проводилась. Дмитрий, расскажите немножко поподробнее. Проходила. Это тоже так мы, в общем-то, ну, не знаю, спонтанно, не спонтанно, мысль об этом была давно. То есть у нас последнее время, я наблюдаю в городе, в общем-то, есть положительная тенденция. Город прибирают, по крайней мере, весной стараются, администрация в этом участвует как-то, вообще люди, в общем-то, с пониманием начали относиться, а вот про водоёмы у нас практически никто не помнит. То есть вот мы, являясь там, ну, и Александра тоже, наверное, перемещаясь, и по нашему, ну, Лежнинское озеро у вас же тоже там влюбимое, да? Да, мы Лежнинское озеро предпоследние, так, два года мы не проводим День очистки водоёмов, а мы пять лет проводили День очистки водоёмов, пять лет мы проводили, вы были не первыми. Ну, мы на самом деле, нет, мы не претендуем. И фотоотчеты у нас выложены на сайте, пожалуйста, нужно зайти и посмотреть. Это неважно, не об этом разговор, на первом мы не претендуем. Вопрос-то, я о чём хочу сказать, что вот приезжаешь на водоём, бывает, едешь за 200 километров, приехал лес, машина там три раза застряла по дороге, выходишь на берег, там что лежит? Куча пластиковых бутылок из стекла. Откуда взялось? Это ведь как-то привезти надо туда. Люди на машине идут. И эта мысль, ну, в общем-то, у меня достаточно в голове давно сидела. На самом деле, нынче, вот тоже спасибо Эхо Москвы, мы озвучили это, да, и люди потом звонили, причём с такими вопросами, а вы знаете, вот мы в стрижах, а вы к нам приедете? Вы сами соберитесь. Хочется просто сдвинуть это с мёртвой точки. Мы провели это мероприятие, мы придали его какой-то огласке. На самом деле, неожиданно тоже, но приятно собралось, сколько нас ожидало. Да, это действительно приятно. Больше 60, я зарегистрировал 59, по-моему, человек, я записал. Я был 60. Человек 80. А, ты был 60, да. Я был 60, да. То есть плюс ещё были люди, которые, наверное, не подошли, и причём, что понравилось, тоже люди просто приезжали. Я там, ну, первое было такое мероприятие, я там пообещал шашлык, там, значит, как-то угостить немножко людей, да, но всё-таки это работа, как бы такая, это ж не отдых, да, не совсем. Это на самом деле здорово. Будем развивать этот вид спорта. Вот что не хватает для того, чтобы вот как можно больше людей, как можно активнее, как можно выше результаты, может быть, в дальнейшем? Мне, как для развития, наверное, вида спорта, вот с чем столкнулся в начале этого сезона, когда начинал, в общем-то, вот открытие магазина, занятия всей подводной охотой, не хватило именно места для занятия. То есть с удивлением столкнулся с тем, что людей, например, в гидрокостюмах просто не пускают в бассейны. Ну, нырять, например, на задержке дыхания, заниматься подводной охотой. То есть это было значимой проблемой. Сейчас вот с открытием нового нашего бассейна 50-метрового, то есть, в общем-то, я, например, рассматриваю его тоже в том числе для занятия подводной охотой, для развития, возможно, подводной охоты как вида спорта. То есть часть подводной охоты – это еще и подводная стрельба. То есть было бы очень интересно, допустим, с тем бассейном пообщаться, как это возможно сделать. Ну, вот и сейчас лично Светлане Владиславовне обратиться, чтобы как-то посодействовать в этом. Да, ну, я вот вам по поводу тоже этого содействия. Я 8 лет в бассейне нахожусь. Прошел именно с качеством воды, то, что будет разговор серьезный с администрацией по поводу костюмов. Первое – неизвестно. Ребята, какие у вас костюмы? А где они были? Где они используются? Вы можете в бассейн принести 2-3 бациллы, которых потом мы будем чистить весь этот бассейн, весь сезон. Это уже было у нас один раз после дельфинов. Мы после дельфинов три года не могли ничего. Пока мы все фильтры не сняли, не выбросили их, поставили после дельфинов. Ну, это уже дальше организационный момент. Плюс вы думаете, это вот так вот все просто? Каждый в бассейны поступает каргулянт в определенное время, в определенные литры поступает. И есть анализы, бак-анализы и всякие тут… На самом деле вопрос правильный. То есть новый бассейн Быстреца, он, во-первых, по вместимости достаточно большой. Там можно кроме плавания и оздоровительного, и спортивного развивать еще много что. И плюсом к этому там принципиально другая система очистки воды. Коагулянт там вообще не будет использоваться, так что там, я думаю, что вашу просьбу рассмотрят и благосклонно к этому отнесутся. Надеюсь, что будет прибавляться количество занимающихся. И вот, дорогие друзья, очень приятно было познакомиться, узнать, что вот этот вид спорта есть, и что вот кроме всего прочего еще и водоемы очищает. Нет, мысль у меня такая посетила этим летом. В Коминтерне у нас сад, и некогда там такой замечательный пруд, на котором много лет не было, просто времени не хватало. И тот решил, вот, думаю, почему бы не искупаться? На самом деле в плачевном состоянии. Призываю вас на будущий год. Не могли бы вы организовать свою акцию на Коминтерновском пруду? Обещаю вам, ну, если не участие, как подводный пловец, то участие, как вот на очистке берега, обязательно приду, приведу там всех своих знакомых. Мы на будущий год постараемся организовать несколько площадок. Да, и не забывайте, что это день очистки водоемов, а не день очистки у водоемов. Да, в том числе, конечно, да. Давайте день очистки у водоемов, это будете вы, а мы внутри в воде. Вот делаю вам заявку, готова принять активное участие. Очень интересная беседа, к сожалению, мало времени. Хотелось бы еще говорить и говорить с такими интересными людьми. Спасибо, дорогие друзья, что рассказали нам много интересного, рассказали о своих планах. Пусть у вас все получается, пусть развивается. И как удовольствие, ваш вид спорта, и в дальнейшем все-таки надеюсь на спортивные результаты. Сегодня у нас в гостях были Дмитрий Кононов, инструктор Федерации подводного спорта России по подводной охоте, Александр Пепеляев, мастер-инструктор по дайвингу, председатель регионального отделения Федерации подводного спорта России и Александр Королевский, актер театра на Спасской, любитель подводной охоты. Дорогие друзья, всего доброго. С вами была Светлана Медведева и спорт со мной. Услышимся через неделю. Авторский проект. Спорт с Медведевой.